Ну, кстати, давайте совсем простую вещь скажем, что, скажем, если всего человек один очередь, тогда никакой проблемы, потому что ясно, что будет не больше одного ответа. Он может отвечать кому угодно. Если два, то он хочет. В первую очередь, то есть такая ситуация, потому что первый говорит, какой у него цвет шапки, он может ошибиться, но второй раз, если он расскажет, то он ответит правильно. Второй раз спрашивает, вот всего два человека. Есть всего два человека. Первого спрашивают, он не знает, какой у него цвет шапки, он что-то говорит. То есть каждый спрашивает про цвет его шапки. То есть они должны догадаться о цвете своей шапки. Но при этом мистическим образом должно получиться, что только один из них максом ошибся. Если два человека, то мы говорим, что если первый говорит о цвете, то значит у второго шапка синяя. ... Взрыв. Взрыв. Человек, в изначале, уточняется, чтобы он думает, что, когда выберут цифербурки, то есть сделать четверг, что Что значит предавить решение меры задачи? Нужно сказать, проинструктировать всех на лучшее, как им действовать. Да, и что? Как им это объяснить? Первый видит своего соседа. Вот я первый. Что я должен делать? Поскольку имеете только два цвета, они выбрали бы синего, либо краску. Если его сосед синий, то значит сам он красный. Почему? Шапки могут быть одному цвету? А может быть синий-синий? Нет, если бы вы знали, что шапки разных цветов, тогда бы не было проблемы. Тогда он бы мог назвать себе цвет, а второй бы узнал он цвет. Нет, условие стоит в том, что шапки могут быть какие угодно. Например, у всех могут быть синий, у всех красный, у любой координации. Что же делать, если имеется два человека? То есть, когда вы сговориваете, еще шапок на вас нет. Вы заранее, до похода в этот момент. Вы сговорите, что вы сговорите, что если заниматься живем, то можно считать так же. Вот в магазине всем дают шапки, надевают шапки, но потом шапки вам оставляют, если вы сможете правильно угадать их цвета с небольшим цветной ошибок. То есть, вы сможете сказать 이번 шапка тоже найти цвет какой-то цвет. Первый товарищ можете сказать цветы с второго. Ты? Или второй точно... Да, ты, он может представить цвет его шапки. А он скажет цвет второго, а второй точно скажет свой цвет. На них уже надели шапки. Первый сговорит шапки второго. Он сказал его цвета. Да. То есть первое ему сговорится так, что первый говорит цвет в шапке второго. Да. Но при этом сам может еще ошибиться при названии своего цвета. Говорит цвет шапки второго. Да. А инструкция второго пока? Говорит, что сказал первый. Да. Повторит то, что сказал первый. Да. Таким образом, первый может угадать, а не угадать. Это неизвестно, как повезет. Если цвета одинаковые, то повезет. Если разные, то не повезет. Но второй уже знает точно, какой цвет шапки у него. Таким образом, это нужно сделать. Хорошо. Как на н равное 2. Значит, н равно единице. Задача 4. Для н равное 2, мы ее решили. Петля 3. Ну, давайте попробуем для трех. Через три ковряча. А, ну, то же самое. Тоже самое. А второй говорит третьему цвет его шапки, и третий говорит потом... Нет, второй говорит цвет третьего. Сейчас, подожди, давайте разберемся, в чем стоит предложение. Третьего. А третий, повтори, что сказал второй. Да, да. А в чем опасность? В третий займет он отгадает. Но второй может не отгадать, если его шапки, если она не такая, что внутри тела, то значит он не отгадал. И первый говорит цвет шапки второго. Вообще, это немного странно, потому что первый самоотверженно говорит второму, какой у него цвет шапки, а второй, для того чтобы использовать эту информацию, говорит цвет шапки третьему. То есть второй хочет получить ему, но из-за этого не может использовать помощь, поступившую к нему от первого. Соответственно, возникает опасность, что вот эти два могут быть неверны. То есть первый должен, чего-то такое сказать, что там он будет идти, ну, чтобы это для него было. Ну, он говорит только один, только одно слово. Да, нет, конечно, проблема в том, но это как-то по науке, говорят, что он может сообщить только один вид информации. Он может сказать только вот, он может назвать красный и синий, тем самым он как бы сообщает один вид информации. Но проблема в том, что нам как бы, если бы первый мог сказать, какие два цвета у этого двух других, то это, конечно... よろ.. Ну, сидит, если бы вот синий, то есть синий, ну, да даже не одного видо пишет, то есть, и есть ли одинаковые, он это кодирует, кодирует, он там говорит, делает вид, что называет «световский шаг», на самом деле мы его ничего не знаем, а он закодирует вид и сообщает информацию. Значит, давайте дальше мы здесь, что если 2 равно 3, то он говорит там синий, а 2 не равно 3, то говорит красный. Скажите, если 1-й был синий, то понятно, когда он на шапку 3, то понимает, что у него такой же цвет. Второй к этому моменту уже видит шапку третьего и знает, за слов первого, одинаковые цвета или разные. Если одинаковый, то он видит шапку третьего и значит у него такого можно сказать. Ну, просто второй называет, можно честно сказать, он уже знает цвет своей шапки. Почему он его знает? Потому что он знает цвет шапки третьего. Он знает, что сказал первый, то есть одинаковые или разные. И один видит. А третий откуда он знает цвет своей шапки? А третий, то слышит то, что сказал первый? Он слышит то, что сказал первый, а от второго он не видит. Но он слышит, что реально второй уже назвал цвет своей шапки. Да. И сейчас он не так понимает, какой цвет шапки у него. И третий тоже называет цвет своей шапки. У него уже есть для этого вся необходимая информация. Да. То есть первый в законтированной форме сообщает одинаковые цвета у второго и третьего. И после этого свои цвета просто знают. Так. 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 Так.